Меня зовут Евгений Киселев, и вы уже видите, что очередной мой гость в этой части работы канала, известнейший российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, я вас приветствую. Добрый день, Евгений Алексеевич, добрый день все. Здравствуйте, всем хорошего настроения. А скажите, пожалуйста, Дмитрий Борисович, вот у меня такой вопрос возникает. Вот сейчас много шуму наделало интервью главы фракции «Слугов народов» в украинском парламенте Давида Арахами, украинскому одному из YouTube-каналов Натальи Масичук, в котором он утверждает, что будто бы Путин во время переговоров, которые были прошлой весной в Стамбуле, был готов прекратить войну и даже вывезти войска на границы, которые существовали до 24 февраля 2022 года, в случае, если бы Украина согласилась изменить свою конституцию и записала бы в ней, что она станет нейтральной страной и не будет стремиться к вступлению в НАТО. Вы верите, что Путин был готов на это? Я сомневаюсь даже в том, что он мог такие вещи артикулировать. Да и, собственно, что значит Путин? Путина, насколько помню, в Стамбуле не было, были его представители. Но даже если это было артикулировано, ведь довольно хорошо известна манера Владимира Путина отказываться от своих обещаний. Ну, не будем напоминать про, скажем, Будапештский меморандум. Тут тот случай, когда можно верить или не верить Арахами, но точно не следовало верить Владимиру Путину. Для чего он начинал всю эту историю? С тем, чтобы потом вернуться на исходные позиции. Вот в этом не верится очень с большим трудом. Это человек, который заточен на, скажем так, на накаты. Вот наехал, напугал. А зачем же отходить назад-то? Ну да, может быть, он и готов был бы зафиксировать позиции, в то время сохраняя контроль над Херсоном, над большей частью, значительной частью Харьковской области. Может быть, он и готов был бы остановить боевые действия на условиях достигнутых территориальных завоеваний. Вывести войска, я думаю, он технически не мог, потому что это было бы воспринято как поражение. Вряд ли он мог бы продать своим элитам военным, да и значительной части населения тоже. Разговор о том, что таким образом он смог добиться вне блокового статуса Украины. Для него это маловато было бы. Ему нужно было показать территориальные приобретения. Не зря же он начинал эту специальную военную операцию. Поэтому тут есть как минимум два момента, к которым надо относиться, на мой взгляд, скептически. Само заявление господина Рахами. Ну, может быть, он так воспринял те события. И, во-вторых, в какой мере Владимир Путин готов был бы выполнять обещания, которые не он сам даже артикулировал, а его представители. Опыт показывает, что Владимиру Путину доверять в таких вещах не следует. Ничего не могу сказать про господину Рахами. Насколько его слова вызывают доверие, это виднее украинской стороне. Ну, за украинскую сторону мне говорить не хотелось бы, но, во всяком случае, за себя лично я могу сказать, что как-то это не очень убедительно все выглядит. Особенно, если обратить внимание на вторую часть этой душераздирающей истории, что в этот момент приехал в Киев Борис Джонсон, тогдашний премьер-министр Великобритании, и сказал президенту Украины Зеленскому, а не надо ничего подписывать, давай будем воевать. Ну, в общем, это сильно похоже на такую кондовую российскую пропаганду о том, что на самом деле войну развязал Запад, он подначивал Украину, и она напала на мирное, белое, пушистое российское государство с тем, чтобы навязать ему укронацистскую идеологию и так далее. Мне кажется, Борис Джонсон не так прост, и Украина не настолько зависима от Запада, как это хотели бы представить многие в Российской Федерации. Да, конечно, связи совершенно очевидные есть, и без западной помощи Украина бы не могла продержаться против явно преобладающего в военном отношении России. Но говорить так, что приехал Джонсон и скомандовал Киеву, это, ну, мне кажется, слишком сильно упрощать картинку, причем в пользу российской пропаганды. Ну, а вы не допускаете того, что действительно может быть в тот момент на исходе первого, в начале второго месяца войны Путин мог начать колебаться? Блицкрига не получилось, перед ним раскрывалась перспектива долгой, возможно, изнурительной войны, которая потребует сил и средств, может подействовать на его популярность. Или вы не верите в то, что он вообще способен размышлять в таких категориях? Ну, во-первых, мне кажется, что все тогда были неуверены, потому что мы хорошо помним, как тот же самый Запад предлагал президенту Украины возможность благополучно покинуть Киев и перебраться куда-то подальше. Зеленский, вопреки, в общем, такой простой человеческой логике, от этого отказался. В этом смысле он продемонстрировал высшую степень политической ответственности перед своей страной. В том смысле, что личная безопасность была им отодвинута на второй план. Он проявил готовность воевать, когда как раз многие на Западе думали, что против лома нет приема и Путин быстро будет продвигаться вперед так или иначе. Оказалось, что у Украины есть ресурсы для сопротивления, оказалось, что украинская армия гораздо мощнее, чем ожидал Путин. И, конечно, у Путина тоже были сомнения в это время. Так что вопрос о том, сомневался или не сомневался, наверное, сомневался. Но психология крокодила в путинском исполнении примерно одинакова. Отступать он был не готов. Да, ему пришлось перекраиваться на ходу, от идеи Блицкрига переходить к другим концепциям. Наверное, он какие-то испытывал сомнения, но поскольку он очень сильно зависит от, так скажем, социальных ожиданий. А социальные ожидания были в России связаны с маленькой победоносной, быстрой войной. Не зря она называлась специальная военная операция. И думаю, что да, сомнения у него были, но при этом думаю, что демонстрировать он их не мог, потому что его образ сильного, победительного, решительного и так далее. То есть это идея, которая не допускает отступления. А идея такого вот мирной договоренности с выводом войск, мне кажется, глубоко чужда и психологии, и для системы приоритетов, выстроенной Владимиром Путином. Поэтому он мог, наверное, зондировать, или его представители, зондировать почву, насколько Украина не уверена в своих силах и так далее. Но отступать Путин совершенно никак не намеревался. Вот в это я не поверю. А какие сейчас социальные ожидания, на которые Путин может ориентироваться? Вы знаете, ожиданий уже практически не осталось, потому что, ну да, супер, гипер, мега, турбо, патриотическая общественность по-прежнему там тешит себя разговорами о том, что Киев будет наш. Но это, они даже сами, по-моему, не очень в это верят, но просто по привычке это повторяют. А в глубине российского общества происходят такие медленные, но невыгодные для Владимира Путина перемены. Вот то, что российские женщины уже на грани истерики публикуют объявление о том, что, в том числе используя ненормативную лексику, о том, что нас обманули и всех обманут, верните нам наших мужчин назад, это как раз признак того, что ожидание победы, такой парада в Киеве и эйфории, подобной тому, который российское общественное мнение переживало после оккупации Крыма, тогда 85-86% это поддерживали. Вот сейчас этого нет, победы, общественное мнение, в отличие от турбопатриотов, уже не ждут. И начинается понемножку то, в общем, чего многие ожидали – разочарование и надежда на то, что из этой войны надо как-то выходить. Да, желательно, конечно, с победным выражением на лице, но понятно, что продвигаться вперед не получается. Понятно, что пластиковые пакеты поступают с украинской войны с завидной регулярностью, и понятно, что ждать нечего. Поэтому социальные ожидания меняются. Вот это, я бы назвал это состояние, ну, вялотекущим кризисом или началом когнитивного диссонанса, когда ожидали то, что, ну да, России все-таки в четыре раза больше населения, готовилось к войне 15 лет, должны были победить и пройти победным маршем по украинским степям. Не получилось. И вот эту идею, что не получилось, общественное мнение в России два года не хотело допускать к себе в голову. Особенно с помощью телевидения, других средств массовой информации. А сейчас это соображение, в общем-то, вполне простое, понятное, иррациональное, продавливает вот эту фанерную перегородку, которую в мозгу среднего российского гражданина построила пропаганда. И он сам себе построил, он не хотел видеть реальности. Вот сейчас эта реальность, наверное, протаптывает тропинку куда-то в глубины российского подсознания. Это не значит, что Россия проиграла, потому что, наверное, наверное, я не знаю, аналогичные чувства испытывают значительная часть украинского общества. Война тяжелая, война кровавая, война, сопровождающаяся огромными потерями, усталость накапливается, победа, очевидная, не просвечивает в ближайшем будущем, линия фронта остановилась ни туда, ни сюда, мясорубка работает. И вот в данном случае мы имеем очень непредсказуемую ситуацию, когда и там, и там плохо. И вот этот затянувшийся, тягучий, бесконечный войне непонятно, кто скорее разочаруется, кто скорее проявит слабость. Теоретически у Путина есть серьезные преимущества, потому что тот строй, который он построил в России, создал, он рассчитан на войну. Он ориентирован на мобилизацию, на консолидацию, на единоначалие, на то, что мы за ценой не постоим. А демократии и федерации, они рассчитаны на другое, они рассчитаны на мирное развитие с учетом интересов людей, которые должны жить все лучше, чтобы голосовать за те системы политического руководства, которые у них в стране были. Они не рассчитаны на войну. Да, у них есть такая вещь, как технологическое преимущество, но мы же с вами видим, что вот то самое НАТО и тот самый Запад обобщенный, про который так любят говорить в России, он на самом деле к войне-то готов не был. И уж точно он не брецал оружием у священных рубежей нашего Отечества, как опять же говорит российская пропаганда. Мы видим, что не хватает снарядов, не хватает военной техники и в Германии, и в Британии, и в Соединенных Штатах. Они не готовились к войне, а Путин готовился. И вся его модель была заточена на войну. Поэтому война для путинского режима – это естественное состояние, под которое, собственно говоря, и строилась вся эта система. Страна как единый военный лагерь, если пользоваться советскими формулировками. А те же самые страны НАТО, они все время увиливали от необходимости 2% валового внутреннего продукта вносить в бюджет НАТО, старались сэкономить, потому что им надо было строить стадионы, университеты, клиники, решать так называемые социальные проблемы. А для России это гораздо менее актуальная повестка. А вот сплоченность, единоначаль, марш, победы – это то, что значительная часть нашего населения видит в качестве приоритета. Поэтому, да, у Путина есть потенциал. Он проигрывает в технологическом отношении. Понятно, что современные информационные технологии, современные чипы, современные виды ракет, разведки, видеонаблюдения и всего остального дают Западу преимущество. Но в то же время тот же самый Запад вынужден это дело согласовывать, там республиканцы собачатся с демократами в Соединенных Штатах. В результате подвисает программа помощи Украине. Есть критики войны в Германии, и все это приходится учитывать. Демократия вообще хуже приспособлена к ведению военных действий. А реализовать свое технологическое преимущество, для этого требуется время, для этого требуется перестройка, для этого требуется переориентация промышленности с производства товаров народного потребления на производство танков, пушек, гаубиц и всего прочего. Поэтому Путин лучше готов к войне. Это, мне кажется, очевидно. Но в долгосрочной перспективе, мне кажется, Запад и Украина как часть западной цивилизации скорее выигрывают, потому что так или иначе становится понятным, что надо расширять производство вооружения, надо давать больше современных видов, более дальнобойных, более разрушительных, более адекватных сложившихся ситуаций для Украины. Вопрос, сможет ли Запад, демократический Запад, эту проблему решить или не сможет. Вот здесь огромное поле неопределенности. Ну и Путин рассчитывает на то, что его пацанская логика, а мы любой ценой, нам важно захватить территорию и заявить о том, что мы предоносны и так далее. Тут две системы ценностей конкурируют. Западная, конечно, медленнее, потому что она обременена целым рядом обязательств, которые надо соблюдать, вот так называемая демократия и все остальное. Путин от всего этого свободен, он вождь, он захотел и всю экономику развернул на военные релизы. Захотел, остановил рост зарплат для чиновников и повысил рост зарплаты для военных. И общественное мнение с этим смиряется, потому что это такая, в общем, знакомая, в подкорке зашитая советская система приоритетов. Но я бы не сказал, что это так однозначно прописано в перспективе, и Путин обречен на победу. Нет ни в коей мере, потому что мне кажется, что демократическое общество гибче, хотя и медленнее реагирует на новые вызовы. И, конечно, мы в ближайшие буквально несколько недель, может быть, месяцев, увидим, насколько оно способно реагировать. Пойдут новые виды вооружений в Украину? Не пойдут? Договорятся демократы с республиканцами в Штатах или не договорятся? Хватит ресурсов у Германии, у Британии, у Франции, чтобы поддержать или не хватит? Вот этот вопрос, конечно, остается открытым, но мне кажется, что очень важно сейчас не падать духом, потому что это как раз то, что Путину нужно. А в какой мере, как вы думаете, разного рода публикации, которые появляются сейчас в западной прессе, высказывания отдельных политиков и общественных деятелей о том, что, может быть, нет смысла помогать Украине в тех масштабах, в которых прежде эта помощь предоставлялась, отражают действительные настроения в политических элитах. Потому что, с одной стороны, вот эти публикации, а с другой стороны, а зачем тогда едут один за другим премьер-министры, министры иностранных дел, президенты западных стран Киев, продемонстрировать свою поддержку и лишний раз заверить Зеленского в том, что мы Украину в беде не бросим? Ну, вот это как раз та особенность демократических обществ, о которых я говорил. Наверняка есть люди, которые доброкачественно полагают, что, в конце концов, мир лучше войны, и, ну, бог с ними, с 18-процентными территорией Украины, надо остановить эту мясорубку, ну, а дальше действовать уже в том пространстве политическом, которое удобнее Западу. Потому что такие модели, как у Путина, они, я еще раз хочу сказать, заточены на войну, но они проигрывают мирное существование, мирную конкуренцию, экономическую, социальную, политтехнологическую, какую угодно. Как Советский Союз, он все-таки выиграл войну, я имею в виду Вторую мировую, но проиграл последующий мир. В этом есть своя логика. Поэтому я вполне... Послушайте, извините, я вас перебиваю, но Советский Союз выиграл войну, и чем дольше мы живем, тем больше мы узнаем о том, какой вклад в эту победу внесли союзники, прежде всего... Безусловно, безусловно. Поставка всего, что было необходимо... Слушайте, целые заводы привозили в разобранном состоянии, по сути дела, в Советский Союз, и это не сталинские наркомы, на самом деле, своими чудесными талантами, и вот эти вот немолодые сталинские наркомы, которые были брошены на создание новой промышленности за Уралом, исключительно голыми руками все это сделали, правда? Конечно, но одно из преимуществ авторитарной и тоталитарной модели заключается в том, что она пользуется эксклюзивными правами на формирование общественного мнения. Идея Ленд-Лиза была умело дискредитирована вскоре после войны. Поэтому говорят, да, Советский Союз выиграл. Выиграл, 27 миллионов положил, там использовал 500 тысяч, полмиллиона автомобилей, которые были поставлены по Ленд-Лизу. Это вот знаменитые эти Вильдесы, на которых ездило все советское командование, и не менее знаменитые Студебектеры, на которых монтировали знаменитые «Катюши», полмиллиона. Если считать, что в Советском Союзе воевало одномоментно примерно 5 миллионов человек, получается, что на каждые 10 солдат по одной машине. Половина всего алюминия, который требовался для производства самолетов, поставлял с Баленд-Лиза. Порох и тот не мог в достаточном количестве производить Советский Союз. Половина, 90% половина всех рельсов, благодаря которым в военные годы железнодорожное строительство в Советском Союзе достигло максимума за все время существования Советского Союза, было поставлено через Дальний Восток по Ленд-Лизу, по морю из Соединенных Штатов. 90% из этих рельсов были не узкоколейные, а такие стандартные. Так вот, конечно, это был огромный вклад. Но советское, это общественное мнение, уверенно, что мы победили. Ну да, положили 27 миллионов, но победили. Ну да, у нас за спиной стояли крупнейшие промышленные державы типа Соединенных Штатов и Британии, но в общественном мнении логика такая, что победили мы. И вот примерно такую же идею хотел бы реализовать Путин, но мы же с вами говорим про западную точку зрения. Да, есть, так скажем, либерально-демократические доброжелатели, которые говорят, что ну хватит в конце концов. Но вторая, мне кажется, еще более важная составляющая, это то, как этих, условно говоря, полезных идиотов, если пользоваться советским термином, поддерживают, раскручивают, пиарят со стороны российской пропаганды. Плюс к этому еще и создаются специально такого рода нарративы, что пора с этим кончать. Для этого используется фабрика троллей, для этого используются агенты влияния. Это нормально для демократии. В России, если человек об этом будет говорить, что эту войну зря начали, это преступная война, этого человека или сажают, или выдавливают за пределы любезного отечества. На Западе это невозможно. Там нельзя заткнуть рот тем, кто считает вот так. Но я думаю, что сравнивая с вашими сообщениями о том, что на самом деле политические лидеры, не те, которые пишут статьи в газетах, а те, которые принимают решения, заявляют о том, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. Ездят в Киев и демонстрируют военную и политическую поддержку украинской демократии. Просто надо делать различия между отдельными высказываниями отдельных экспертов на Западе и мейнстримом, в котором находится политическое руководство. политическое руководство, будь то Байден, будь то Сунок, будь то еще кто-то, это все-таки они понимают, что Путину нельзя давать по тачке, потому что иначе он будет двигаться дальше, дальше и дальше. В этом есть такой рационализм. Но в пропагандистском пространстве говорят, вот в газете там Телеграф, напечатана такая статья, Запад испытывает сомнения. Не Запад, конкретный человек, написавший конкретный текст. Он имеет право высказывать свою точку зрения, но это вовсе не значит, что эта точка зрения доминирует и Запад именно так и думает. Некоторые люди на Западе да, так думают. Это нормально для демократической страны. При этом опять же надо иметь в виду, что да, объективно существует фактор усталости. Да, об этом писал еще Рент Корпорейшн летом 22-го года, который тогда еще говорил, что основная угроза это усталость тех же самых избирателей, которые говорят, ну, война, война, это же война в Украине, правда, а мы живем, например, в Германии, и у нас тут свои проблемы. Такой вот эгоизм, он вполне присущ демократическим структурам, и здесь очень сильно зависит ситуация от тех людей, которым принадлежат бразды правления, ну, конкретные лидеры крупнейшего государства Европы. Лидеры занимают позицию более жесткую, более ясную, более однозначную, чем критически высказывающиеся противники войны. Ну, я думаю, что это абсолютно нормальная ситуация, но она просто однобоко представлена на средствах массовой информации, особенно в российской. Там вот рассказывают изо всех сил, что победоносная военная операция Путина уже поставила Запад перед какими-то неразрешимыми проблемами, и они вон уже как бы сомневаются и цитируют высказывания отдельных наблюдателей и отдельных аналитиков из западной журналистики. Это абсолютно советская модель, когда тогда еще специально делали вот такие вот вещи, какой-нибудь пролетарский капустный листок с тиражом 5000 экземпляров, писал какую-нибудь публикацию, на нее откликались какие-то доброкачественные или проплаченные Москвой агенты влияния, а потом в газете «Правда» писали, что вот Запад обсуждает вот такую-то вот проблему, которая показывает о том, что общий кризис капитализма продолжается и углубляется. Люди читали это, да, там были какие-то ссылки на зарубежные источники, и сейчас тоже мы это видим, какой-то там полковник Риктор постоянно выступает, как бы представитель западного общества. Кто этот полковник Риктор, откуда его выкопали, он через два дня на третий обязательно выступает с примерно одними и теми же сообщениями, что Украина уже проиграла, а Запад уже сворачивает знамена, и так далее. И еще какой-то, я уж не помню, генерал или полковник, тоже бывший совет. В разные годы были разные агенты влияния. На самом деле, ведь это же известно из истории советских спецслужб, правда? это описано во многих книгах. Все настолько органично. отдельное направление, по-моему, даже целое подразделение было в советской внешней разведке, в первом главке КГБ, которая занималась вот как раз такими вещами. Вербовала вот этих всех отставных генералов и отставных депутатов, которые потом писали в маленьких листках и малотиражных изданиях какие-то просоветские вещи, а потом это разгонялось как свидетельство совершенно определенных настроений на Западе, которых на самом деле не существовало вообще. Ну, технология та же самая, но я бы отметил, что довольно узок круг этих самых людей, которые рассматриваются как источники, которых цитируют в российской нынешней прессе, и он значительно уже, чем был пять лет назад. Вот так называемые, ну, не так называемые, депутаты российских, вернее, извините, не как раз не российских, а европейских структур, типа парламента европейского, где тоже есть, например, представители Латвии, госпожа Жданок, какая-нибудь, они куда-то исчезли, потому что они понимают, что вот эта риторика пророссийская, пропутинская, не пользуется популярностью среди избирателей в той же самой Латвии. Вот и нету госпожи Жданок. Вместо этого работает полковник Риттер. Фамилии-то одни и те же. И работает работает это уже мало, потому что война влезла в советские, в российские семьи не через телевизор, она влезла уже через пластиковый пакет, через разговоры с соседями, через мобилизацию. И мне кажется, мы приближаемся к такому советскому моменту, когда понятно, что газеты врут, когда понятно, что пропаганда теряет свою остроту и на нее уже не обращают внимания, это как информационный фон. Вот я про это и говорил, когда говорил о том, что начинается вот этот когнитивный диссонанс. Раньше больше людей и охотнее верили в победоносные сообщения с линией фронта. Сейчас этих сообщений все меньше, ну да, там возьмут Авдеевку, не возьмут Авдеевку. Это что? Это Сталинград? Это Курская битва 43-го года? Нет, это довольно локальное событие, линия фронта замерзла. Но на этой, вот в этой, да, официальная Украина отрицает, что это патовая ситуация, но понятно, что, мягко говоря, позиционная война, продвинуться не могут ни та, ни другая страна. Оборонительные структуры сильнее наступательных. Выигрыш может быть обеспечен только преимуществом технологии. ракеты, средства разведки и так далее. Для того, чтобы они реализовались, нужно время. Ну, вот вопрос, кто этим временем лучше воспользуется. Советская пропаганда, мне кажется, уже начала буксовать. Она уже достигла пика и повторяет одно и то же. Ну, может быть, западная информационная повестка тоже уже надоело. Война превратилась в такую отвратительную рутину. И здесь вопрос, у кого больше способности сцепить зубы и воевать. У Путина теоретическое преимущество в этом плане есть, а у Запада есть преимущество не теоретическое, а практическое в технологиях. Но не только в технологиях, в объемах экономики в том числе. Экономика Евросоюза в разы больше экономики России. А если туда прибавить экономику Великобритании, Соединенных Штатов, Канады, Австралии, то там получится в десятки раз. Да, но экономика это мирная. Экономика рассчитана на производство автомобилей, жилья и всего остального, а не на производство танков, чтобы вот эту экономическую мощь переориентировать на производство оружия, нужно, во-первых, много денег, во-вторых, нужно согласовать это с разными политическими структурами, партиями, депутатами, фракциями. И это все мучительно долго. Но по мере того, как общественное мнение с одной стороны устает от войны, а с другой стороны понимает, что если Путина не остановить, то этот процесс может и продолжиться. Страны Балтии, например, очень конкретно по этому поводу переживают. Мы видим и про Финляндию, кризис с мигрантами. Все понимают, что правительство, не все, я неправильно сказал, все никогда все не понимают, но конкретные люди, принимающие конкретные решения, понимают, что путинское пространство токсично, оно так или иначе производит угрозы, будь то миграционная угроза, будь то идеологическая, пропагандистская угроза, и, конечно, в первую очередь, самое влиятельное, самое важное, это военная угроза. Политики это понимают. Общественное мнение, оно в значительной степени, насколько могу судить, тоже понимает, но у него есть свои особенности, оно начинает говорить о мы, а почему вы производите пушки, наверное, это необходимо, но почему за наш счет, и на это и расчет Путина, он считает, что идеологически у него есть преимущество, потому что он сплоченный, он лидер вот этого самого всего патриотического большинства, а Запад он расслабленный, толерастический, какой угодно еще, воевать необученный, а мы вот такие крутые пацаны. Вопрос в том, что современная война это не война крутых пацанов, это война все-таки технологий и экономик, как вы справедливо изволили заметить, но чтобы эти преимущества реализовать, требуется некоторая внутренняя перестройка, что тоже встречает демократическое сопротивление внутри демократических обществ. А вот скажите, пожалуйста, один вопрос у меня возникает уже немножечко на другую тему. Хотя вы, собственно говоря, упомянули там про фабрику троллей и разные прочие методы, которыми пользуется путинская пропаганда. А вот как вы относитесь к истории про то, что оказывается есть и не тролли, но эльфы? Знаете, наверное, что обнаружилось существование некой фабрики эльфов, то есть хороших троллей, которые распространяют антипутинскую, антивоенную пропаганду. Некоторые представители российской оппозиции, эмигрантской общественности возмутились, сказали, что категорически нельзя это делать, потому что это вранье. Кто-то говорит, что, знаете, есть вранье, вранье, но иногда есть ложь во спасении. Вот как к этому относиться, на ваш взгляд, все-таки? Вот у меня по этому поводу позиция такая. Теоретически, исходя из позиции на диване, легко говорить о том, что нельзя бороться с драконом, становясь драконоподобным существом. Это очень понятная логика белого пальто. И как, так скажем, человек не воюющий, я эту логику понимаю. Но у меня есть еще вторая составляющая организма, воюющая. и она, это вторая составляющая, говорит о том, что если вы сцепились с врагом, который использует любые средства, в том числе удары ниже пояса, а драка идет не на жизнь, а на смерть, то делать вид, что ты борешься в белых перчатках и в белом пальто просто лицемерно. поэтому как абстрактно мыслящий, так скажем, интеллигент, я говорю, да, конечно, это не самая изящная технология, а как практически мыслящий человек, наблюдающий за реальным устройством политики, я понимаю, что без этого просто невозможно обойтись. Идет бой без правил, который начал не фонд «Свободная Россия». Поэтому, опять же, это демократическая, особенность демократического мышления. Есть товарищи, которые говорят, ну как же, ну это же нехорошо, да, значит, вы же сами становитесь драконами, потому что вы используете драконовские методы. А возражение простое, если, чтобы остановить дракона, надо выпустить на площадку другого дракона, и от этого зависит жизнь огромного количества людей, то надо это делать. Это примерно то же самое, что Ходорковский говорил о том, что он был готов поддерживать Привожина, который убийца, головорез, там, расшибает головы своим этим молотом тире кувалдой. И та же самая теоретически либеральная общественная говорит, ну как же, ну Привожин он же такой отморозок. Или русские боевые группы, которые заходят на территорию России, они же нацисты, они же расисты, они бог знает кто еще. Идет война, на войне совершенно другие разговоры, совершенно другие правила. и поэтому глядя на политику, я ни в коей мере не осуждаю людей, которые используют технологии фабрики фейков. Если бы мы были в мирных условиях, сидя на диване перед экраном телевизора, могли бы говорить, ах, это нехорошо, это неправильно. Вот эта расщепленность, она, мне кажется, абсолютно нормальной, но я потому и не политик, что я понимаю, что политика делается далеко не стерильными методами, всегда, но эта нестерильность неодинакова на Западе и в России. В России нестерильность или, прямо скажем, заразность, токсичность это норма, на Западе это исключение. Вот в порядке исключения, в порядке условий военного времени, я думаю, что это просто неизбежно и необходима эта фабрика эльфов. Поэтому, так вот, абстрактно говоря, конечно, это не радует, а конкретно говоря, а как без этого быть? Хорошо, Дмитрий Борисович, тогда вопрос вот какой, совершенно конкретный, а как тогда относиться к конспирологическим теориям смерти Путина и наличие там целого сома двойников, трупу Путина лежащему в холодильнике и всем прочим историям, которые мы узнаем от доктора Соловья и от автора, аффилированного с ним, судя по всему, автора телеграм-канала «Генерал СВР». Некоторые заговорили о том, что а может быть это полезно, может быть это расшатывает легитимность путинского режима, заставляя хотя бы часть людей задуматься, а вдруг царь не настоящий? Ну, относиться скептически, вы сказали, как следует относиться, я думаю, что следует относиться скептически, ну, поскольку с Валерием Дмитриевичем Соловьем я не то, чтобы близко знаком, но все-таки мы все время встречались на разных тусовках, я четко помню, как еще в самом начале ковидной истории в январе 2020 года, ну, почти 4 года назад, на одном семинаре, тогда еще можно было проводить политологические семинары в России, в Столесниковом переулке это было, он в январе 2020 года рассказывал, что Путину осталось там два месяца, может быть, чуть больше, на самом деле уже все понятно, он уже у него рак, у него что-то еще и так далее, после этого Владимир Владимирович Путин благополучно функционирует в течение как минимум 4 лет, эта ситуация сильно упрощается, понимаете, это не настоящий Путин, собственно, я понимаю, появился для того, чтобы раскрыть тяжелое состояние здоровья настоящего Путин, вот такая ну да, конечно, и вот все персонажи, с которыми Путин встречается, они как зайчики эту игру принимают, и Си Цзиньпинь встречается с двойником и делает вид, что это настоящий президент, ну, такой деревенский дурачок Си, который не понимает с настоящим Путиным он имеет дело, или с двойником, ситуация, на самом деле, мне кажется, не совсем бездымная, то есть я вполне допускаю, что есть двойники, даже думаю, что скорее всего это необходимо, потому что когда мы видим видео, где Путин ведет автомобиль, едет по Крымскому мосту, и его снимают сзади, так что видно его правое ухо, в темноте, это, конечно, двойник, потому что, ну, во-первых, слишком большой риск оказаться на этом мосту, во-вторых, Путин не может разорваться и одновременно быть там в трех местах, и в-третьих, уж центральное телевидение, первый канал умели и умеют снять хорошие кадры с тем, чтобы было видно все как надо. Технические двойники почти наверняка есть, авторитарные режимы как раз с этой стороны опять же обладают преимуществом перед демократическим. Никто же не говорит, что Байден не настоящий. Говорят, что у него там маразм, что он спотыкается, что он забывает слова и так далее, но в голову никому не придет, что он надувной. У нас это как бы вполне воспринимается, и это, мне кажется, симптом на самом деле общественного мнения. Мне кажется, что настоящий Владимир Владимирович Путин живет и здравствует, при том, что существуют его двойники, технологически занимающие какие-то вспомогательные ниши, демонстрирующие встречу с трудящимися или еще чего-то. Трудящихся можно развести, а крупных политиков едва ли можно развести. Они все-таки темы отличаются от широких народных масс, что немножко лучше информированные и немножко циничные и глубже просчитывают ситуацию. Поэтому мой взгляд такой, что Путин есть, есть путинские двойники, и это совершенно не противоречит одно другому. Потому что логика тех людей, которые слушают всерьез, прислушиваются к профессору Шоловью, логика такая. Раз есть двойники, значит, Путин не настоящий. Да нет, есть настоящий Путин, а есть его двойники. Это нормально для такой политической модели, которую построил Владимир Путин. А полезно это или бесполезно, я не знаю. мне кажется, что скорее бесполезно или даже может быть вредно, потому что способствует формированию пропутинской логики постправды. А она такая примерно. Все врут, все пользуются троллями, все продажные, все сволочи, все обманывают и так далее. Формулировка упрощенная и потому ошибочная. Да, западная модель не идеальна. Да, западные выборы не идеальны. Но одно дело, когда у вас есть сомнения, которые решаются с помощью судов, с помощью журналистских расследований, я про выборы говорю. И совсем другое дело, когда у вас картинка полностью под тотальным контролем, когда Григорий Мельканянс, который отвечает за наблюдение на выборах, сидит без предъявления ему даже какой-то статьи, потому что предъявить-то нечего, но его боятся, потому что он умеет говорить о нарушениях. Вот возьмем пример с выборами. Логика постправды или квазиправды заключается в том, что выборы везде фальсифицируются. Нет, это не так. Да, бывают попытки фальсификации на Западе. Они пресекаются с помощью судов, они пресекаются с помощью журналистских расследований, независимых прокурорских расследований и так далее. Это исключение из нормы. А в российской ситуации фальсификат это норма. Именно поэтому Григорий Мельканянс, который организатор независимого наблюдения за проведением выборов в России, сидит. Сидит без предъявления ему обвинений, потому что предъявить-то нечего. А для системы он опасен, потому что как раз он эту нормативную составляющую о том, что Путину должны приписывать 15-20% пунктов на каждых выборах, он ее раскрывает очень корректно, очень законно, очень объективно. Власть его по этому поводу боится и нейтрализует. В Соединенных Штатах возможно были какие-то примеры попытки фальсификации главным образом со стороны президента Траппа. Они были остановлены. В России это считается нормативом с времен как минимум господина Чурова. Поэтому возвращаясь к проблеме правды и неправды, российская путинская пропаганда пытается объяснить людям, что нет разницы между демократией и автократией, нет разницы между скажем Эйзенхауром и Сталином, нет разницы посадками сотен и расстрелами сотен тысяч людей и преследованием двух персонажей по имени Сапко и Ванцетти. Разница есть. Разница есть. Это заключается в том, что там это воспринимается как нарушение нормы, а здесь это воспринимается как норма. И вот рассуждение про то, что Путин умер, это как раз шар в корзину тех, кто говорит, ну все же врут, но в конце концов нет правды вообще. Весь мир построен на лжи и наша ложь ничем не хуже их ни лжи. Ответ в том, что наша ложь беспредельна, а на Западе есть узда, который на этот ложь надевается. Поэтому никому не придет в голову говорить, что Сунок это поддельный премьер Британии или там Байден это поддельный президент Соединенных Штатов. А с Путиным это как мы видим, ну если не в большинстве случаев, то во многих случаях проходит. и соответственно потом можно говорить, эти преступления совершал не Путин, это кто-то другой. А потом можно будет говорить, что мы таким образом расшатывали путинскую вертикаль. Мне кажется, таким образом на самом деле накручиваются лайки, потому что ну да, тема чрезвычайно горячая, люди с удовольствием ее обсуждают. А есть ли на теле у Путина царские знаки? А может быть это лже-Дмитрий или лже-Путин там третий. Это симптом для состояния общества и государственности, который характеризует, ну скажем, средневековый стиль общения между народом и властью. В развитых демократиях это невозможно, а в наших условиях очень даже. Потому что если американские журналисты проводят какое-то расследование ненужной власти типа Утургейского скандала, то власть вынуждена с этим бороться и даже президент уходит из-за этого в отставку. А у нас ничего. Ну соврали, подумаешь. Пригожин может быть прекрасно себя чувствует в Венесуэле. А пойди проверь. И вот в условиях реального дефицита информации, в условиях тотального недоверия ко всем государственным институтам авторитарии чувствуют себя увереннее. Поэтому мне кажется, что это скорее работает на пользу путинскому режиму, чем против него. Ну и еще тогда один вопрос, коль скоро вы в частности заговорили о делах электоральных. Сейчас традиционно разгораются споры по поводу предстоящих выборов, если их, конечно, можно назвать в полной мере выборами, а не референдумом по образу того предыдущего референдума на пеньках о доверии действующему президенту России. Следует ли в них участвовать противникам режима или выборы следует игнорировать? Ну, во-первых, конечно, это не... И ваша позиция? У меня позиция довольно ясная. Я все-таки с 95-го года вплотную занимался выборами в России до 2007-го года, когда ушел из взаимодействия с ЦИКом, потому что Чуров опять же сделал фальсификат не исключением, постыдным исключением из норм, с которым следует бороться, и с которым боролись, между прочим, потому что были политические амбиции, скажем, того же Вишнякова, который не хотел остаться в памяти как фальсификатор. А Чурову было без разницы. И он... Я хочу сказать, что были примеры фальсификата и до Чурова, но они были позорным исключением. А при Чурове они стали нормой. И с тех пор я с ЦИКом разошелся. Но я очень хорошо знаю, как эта система работает. Поэтому я думаю, что прежде всего это не выбор, это электоральный ритуал, электоральный обряд. Но он важен для власти, потому что власть упорно ведет Россию к средневековому статусу, а в средние века роль вот таких политических ритуалов очень важна, потому что она подчеркивает стабильность, подчеркивает преемственность власти, подчеркивает ее неизменность. Ей, власти, необходимо провести этот ритуал с определенными правилами, чтобы на следующем ритуальном цикле Путин набрал голосов, неважно, как набрал, пусть ему нарисовали больше, чем на предыдущем ритуале, чтобы потом можно было говорить, что народ поддерживает Путина, и эта поддержка растет. Если бы власти это было неважно, Мельканянс бы не сидел. Если бы власть не опасалась электоральных конкурентов, Борис Немцов был бы жив, а Алексей Навальный был бы на свободе. Она этого борится, для нее это важно, этот ритуал важен. При этом не надо обольщаться насчет того, что это выборы, это выборы. Конечно, нет. С помощью этих выборов изменить власть в России невозможно, и не надо по этому поводу себя обманывать. Из этого вовсе не следует, как и в истории предвойников, что следует эту процедуру игнорировать. Я бы сказал так, бойкот был бы полезен для этой электоральной процедуры, он бы обессмыслил эту процедуру, если бы бойкотом занимались кандидаты. Вот если бы никто не пошел на выборы из кандидатов, это был бы скандал, и ритуал потерял бы смысл. Но на эти выборы пойдет. Борис Надежды уже сегодня согласился господин Зюганов. Ритуал требует глиняных фигурок, в которые в процессе исполнения ритуальных функций будут стыкаться иголки с тем, чтобы соблюдать правила культа Вуду. Они должны набрать 2% один, 5% другой, а 80% Владимиру Путину. А вот с точки зрения массового бойкота, мне кажется, это контрпродуктивная идея, о которой спотыкались многие. И Борис Немцов в свое время говорил про бойкот, и Алексей Навальный в свое время говорил про бойкот. И тот, и другой на своем собственном опыте, поняли, что это идея ложная. Потому что власть совершенно не интересует проблемой явки. Явку она как раз нарисует всегда и легко. Поверьте, пожалуйста, мне, как человеку с 15-летним опытом общения с Центральной избирательной комиссией. Явку сделать проще всего, когда люди критически мыслящие не приходят на выборы за 5 минут до конца избирательного часа без 5-8, 8 закрывается избирательный участок. Вместо тех, кто не пришел, можно положить неиспользованные, невостребованные бюллетени с правильной отметочкой. И у вас поднимется явка и, соответственно, доля голосов за тех, кого надо. Игнорируя эти выборы, вы создаете широкий коридор возможностей для электоральных манипуляторов. Другое дело, что можно прийти на выборы и как себя там повести. Ну, во-первых, совершенно точно нельзя пользоваться электронным голосованием, потому что вот это откровенная бездонная бочка электронного фальсификатора. Нельзя на это вестись. Надо голосовать только бумажным бюллетенем. А вот как им воспользоваться, здесь вопрос уже интересный. Можно, как Навальный рекомендует голосовать за любого против, за Зюганова, за Надежды. Я бы сузил задачу, я бы предложил испортить бюллетень. При этом, опять же, общественное мнение, не очень хорошо понимающие, как устроены электоральные процедуры, электоральный обряд, полагают, что испорченный бюллетень пропадает. Нет. В отличие от унесенного бюллетеня, он входит в число 100%. То есть недействительный бюллетень формально это тот же самый кандидат. Если вы сложите результаты в процентах, набранные на любых президентских выборах в России, и посмотрите за всех участников, вы увидите, что всегда сумма будет меньше 99% или около того. Или 98, или 98,5, или 98,7, и так далее. Потому что 1-2% недействительный и они учитываются. Это просто еще один кандидат. Вот я бы сузил предложение господина Навального и призвал портить, грамотно портить бюллетени. Не писать на них каких-то обидных слов или так далее, а просто поставить отметки в 3-4 окошечка, в 2 окошечка с тем, чтобы по формальному правилу по данному бюллетеню нельзя было однозначно установить волеизъявления избирателя, когда есть 2 или 3 отметки в разных окошках. По определению этот бюллетень недействительный и он считается. И избавиться от него гораздо труднее, чем вбросить свеженький бюллетень за место отсутствующего. А почему от него трудно избавиться, объясните? Потому что для того, чтобы избавиться уже от попавшего в ящик для голосования бюллетеней, нужно негласное одобрение всех 10-15 членов избирательных комиссий. Нужно, чтобы они в сторонку отвернулись, прикрыли ладошки и глазки и сделали вид, что они этого не заметили. Вбросить бюллетень можно гораздо проще, чем изъять уже проголосованный. Дело в том, что всегда для голосования выдаются бюллетени с запасом. Если у вас на участке тысячи человек, то выдаются обычно 1100, потому что может прийти кто-то незарегистрированный и он имеет право проголосовать, если он проживает в этой территории, просто был заранее не включен в списки. Так что есть запас свободных бюллетеней. Если люди игнорируют выборы, то для манипулятора не составят проблемы эти неиспользованные бюллетени пометить правильными галочками и вбросить в ящик, не об этом извещая других членов избирательной комиссии. А вот если уже бюллетень в ящике лежит, они вывалены на столы для подсчета, то 10, 12, 15 членов избирательных комиссий должны консенсусно сделать вид, что они не видят этого бюллетеня. И поэтому фальсификаторы очень не любят, очень любят бойкотеров, потому что вместо них можно проголосовать. И очень не любят уже проголосованные бумажные бюллетени, потому что тогда надо переписывать протокол, тогда надо отбирать какие-то эти неправильные бюллетени, их выбрасывать, что подразумевает так или иначе участие этих членов избирательных комиссий. А среди них всегда найдется или наблюдатель, которого подготовил Григорий Мельконянц, почему он сейчас и сидит, чтобы не готовил, или просто порядочный член избирательной комиссии, а они во многих случаях бывают, который будет протестовать. Это скандал, это риск скандала. Поэтому надо понимать асимметрию. Неиспользованный бюллетень или унесенный с собой бюллетень никак не отражается в статистике. А уже проголосованный бюллетень есть материальная сущность, избавиться от которой гораздо труднее. Поэтому мне кажется, что да, есть вариант голосования по Навальному. за Зюганова, за Надеждына. Я бы предложил из этих, из этой электоральной процедуры, из этого цирка, если угодно, сделать антивоенную манифестацию. И рассматривать это не как выборы, а как возможность продемонстрировать свою гражданскую позицию. Сделать это электоральной демонстрацией. Если недействительных бюллетеней станет не 2%, не 1,5%, то есть вполне реальная возможность, что кандидат по фамилии Н.Д. недействительный бюллетень займет второе место. Для Путина это будет, конечно, скандально. Это первое. Второе. Если значимое число бюллетеней будет испорченных, недействительных, то сумма-то все равно 100%. Если, например, будет 7-8% недействительных, на всех остальных, включая Зюганова, Надеждина, условно, Явлинского или кого-то еще, останется 3%, если 7% недействительных. А если они наберут чуть больше, то у Путина уже не получается 80%. То есть, мне кажется, из этого фестиваля можно сделать, ну, конечно, это не референдум, но антивоенную демонстрацию. Испорченный бюллетень, есть бюллетень, поданный против всего этого, против войны, против Путина, против фальсифицированных выборов. Да, конечно, с ними будут как-то бороться, от них будут стараться избавляться, но таким образом вы создаете сложности для манипуляторов. Вы не лишаете их возможности манипулировать, не лишаете, но вы затрудняете манипуляцию. А если вы унесли бюллетень с собой, ничего не меняется, потому что в протоколе будет написано выдано на руки избирателям тысяча бюллетеней, обнаружено в ящиках для голосования 999, один бюллетень вы унесли с собой, и 100% считается от этих 999%. Вы просто исключили себя. Если вы не пошли на выборы, вы открыли широкий коридор возможностей для манипуляторов. Да, вы при этом сохраняете для себя большое удовольствие, персональное, видеть себя в белом пальто. Я в этой ситуации не участвую. За это вам будут искренне и глубоко признательны манипуляторы, потому что они говорят да-да, молодец, ты не ходи, мы за тебя, мы справимся. Нам будет достаточно вбросить всего 10% бюллетеней, и картинка значительно улучшится. Объяснить эту простую логику довольно трудно, потому что белое пальто вещь бронебойная, и гораздо приятнее сидеть на диване, критикуя всю позицию тех и этих пятых-десятых, чем прийти и проголосовать. При этом я думаю, что голосование по сценарию недействительное, честнее, чем за кого-то из вот этих длинных или гипсовых фигурок, которые участвуют в этом шоу в качестве альтернативных кандидатов. Испортив бюллетень, ты никого из них не поддерживаешь. Ты не выбираешь, кто лучше, Зюганов или условно Борис Надежда. Какие бы они ни были, хорошие, плохие, они все равно есть подпорка вот этой самой ритуальной процедуры. Было бы честнее, мне кажется, отказаться от этого участия, но людям делают предложения, от которых они не в силах отказаться. Но нам-то таких предложений не делают. Мы-то избиратели, мы можем воспользоваться этим законным правом, провести свою электоральную демонстрацию протеста. Мне это кажется правильнее, чем сидеть на диване и негодовать по поводу недостаточной эффективности оппозиционных политиков. Ну что ж, Дмитрий Борисович, спасибо большое за ваши ответы, за ваши разъяснение. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!